Генсек НАТО в Киеве 29 апреля Украину с неанонсированным визитом посетил Йенс Столтенберг Поддержка Украины это не благотворительность, это инвестиция в нашу собственную безопасность Этот приезд не первый, но один из самых важных Ну символизм визита Столтенберга в Киев всегда есть Я напомню, что за время полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину Это уже третий визит секретаря НАТО в Киев Он показывает бесстрашие самого генсека НАТО Это говорит как минимум о том, что этот человек действительно имеет серьезный внутренний стержень А также серьезные намерения Альянса по поводу Украины Особенно накануне Вашингтонского саммита НАТО, который должен состояться в апреле этого года Украина ждет от Соединенных Штатов и от других членов НАТО на Вашингтонском саммите Именно политических, в том числе решений по членству Украины в НАТО Столтенберг заявил, тем не менее, что скорее всего Украина не получит официальное приглашение в НАТО в ближайшее время Я действительно считаю, что Украина имеет право на место в НАТО И мы будем делать все, чтобы обеспечить, чтобы Украина стала членом этого альянса Для того, чтобы решение было принято, нам необходимо, чтобы все члены Североатлантического союза с этим согласились Нам нужен консенсус, не большинство, а чтобы все 32 члена согласились Я не ожидаю, что такого согласия нам удастся достичь на саммите в июле Но он неоднократно подчеркнул, что Украина в шаге отступления в альянс Украина имеет свое заслуженное право на место в НАТО Но только скорее всего это отступление вряд ли опередит окончание войны Будущее Украины в НАТО и Украина станет членом НАТО В принципе, в этом плане ничего нового Украина получила только приглашение на саммит А вот конкретного решения по вступлению еще нет Возможно, в Вашингтоне Киеву предложат отложенное членство или гарантии членства Я думаю, что этот вопрос пока еще окончательно не решен нашими партнерами Более интересным был вопрос финансирования НАТО рассматривает создание специального фонда для Украины В размере 100 миллиардов евро, которые должны выплачивать Киеву на протяжении 5 лет Этот фонд должны утвердить именно в Вашингтоне Для Украины в этой всей инициативе очень важно Что, кстати говоря, озвучил и президент Украины Владимир Зеленский Наполнение этого 100-миллиардного пакета Чтобы это не было за счет тех гарантий безопасности, тех договоров Которые уже подписаны с нашими партнерами Информация о создании фонда появилась где-то месяц назад Изначально валюта фонда должна была быть в долларах А вот сейчас заговорили о евро Вот такое изменение валюты действительно вызывает определенные вопросы Возможно, таким образом члены НАТО из Евросоюза себя страхуют На случай того, если США рискнет выйти из блока после ближайших президентских выборов Помощь Украины, поддержка Украины Это прежде всего инвестиция в их собственную безопасность Что говорит про то, что серьезными бенефициарами этой помощи И ключевыми, скорее всего, будут именно страны Европейского Союза ЕС понимает, что евро – это их родная валюта Поэтому учится быть автономной единицей при любом варианте развития событий Это говорит про большую решительность страны Европейского Союза По модернизации собственного ВПК, модернизации собственной армии Стамиллиардный пакет, скорее всего, будет принят в Вашингтоне В НАТО подсчитали, что такая денежная помощь более выгодна И нанесет меньше вреда бюджетам стран-участников Чем, допустим, возможный успех Путина на военном поле Субтитры создавал DimaTorzok